В Омске арестовали 19-летнего сельчанина, который убил своего тестя кочергой, а тело сбросил в колодец. Преступление подозреваемый совершил в Горьковском районе. Как он пояснил следователям, потерпевший не дал ему 100 рублей на обратную дорогу. Молодой человек подождал, когда родца не куснет, и устроил расправу. Молодой человек приехал к бывшему тестю забрать свои вещи. Гостю исполнилось 19 лет, хозяину дома было 54. Объединяло их то, что выросли они в одной деревне, и несколько лет подозреваемый жил в гражданском браке с дочерью потерпевшего. Мужчины раньше частенько вместе выпивали, вот и в этот раз решили отметить встречу. Праздник затянулся на несколько суток. Гость собрался уже уезжать, но оказалось, что все свои деньги. Он прогулял. Молодой человек попросил у тестя 100 рублей на билет, а родственник в пьяном угаре начал его оскорблять. Хозяин дома рассказал собутыльнику, что его дочь изменяла ему, когда молодые жили в гражданском браке. Подозреваемый не стерпел обиды, подождал, когда родственник уснет, и зашел в дом. Вернулись с какой целью в дом? Вернулся с мыслью уже покушения на человека убить. То есть вернулись с мыслью совершить убийство Емманакова? Да. Каким образом хотели это сделать? Хотел сначала задушить, потом зашел в зал, он лежал на диване. Я налил себе рюмку, выпил, подкурил сигарету. Тут стояло орудие труда вот это, которым я не носил удары. Какое орудие? Что это было? Было кочерга. Молодой человек несколько раз ударил спящего по голове кочергой. Уже бездыханное тело обвиняемый выволок на улицу, протащил через двор и сбросил в колодец. На следующий день хозяина дома начали искать соседей. Предполагаемого убийцу задержали в течение суток. Сам обвиняемый достаточно молод, ему 18 лет. Несмотря на это, уже в несовершеннолетнем возрасте он привлекался за совершение преступления квартирной кражи. В декабре 2016 года был осужден в городе Омске к условной мере наказания. И непосредственно также в декабре прошлого года он совершил преступление в соседней деревне в Горьковском районе. Однако данное преступление судом еще не рассмотрено. Следствие установило, что подозреваемый забрал у убитого родственника деньги и телевизор. Молодой человек тщательно пытался скрыть следы. Он вымыл в доме пол, сжег окровавленную одежду и шторы. Однако это не помогло ему уйти от ответственности. Задержали обвиняемого в соседнем районе. До суда его заключили под стражу. По совокупности за убийство, за кражу и за прежние преступления молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы.